Детский сад Аистенок возвели практически в чистом поле. Строителям хватило полутора лет, чтобы воплотить в жизнь проект, как их раньше не было. Собственный бассейн, медкабинет, спортивные и музыкальные залы, компьютерный класс, беседки с игровыми площадками по всей территории. Вот уж действительно не сад, а полноценный образовательный комплекс. Удивительно всё, удивительно сама атмосфера в этом детском саду. Здесь очень эстетически красивое здание, всё здорово оформлено, всё современно, всё радует глаз, как родителей, так и детей. Учреждение рассчитано на 140 мест. Этого вполне достаточно, чтобы закрыть вопрос очередью в детские сады по всему району. Что касается условий, то они восхищают, а порой удивляют, и ребят, и взрослых. К примеру, подушек у детсадовцев нет. В целях профилактики аллергии и сколиоза дети спят без них. Для гармоничного развития ребят всех дошкольных возрастов тут созданы идеальные условия. В этом году, теперь уже можно сказать, уходящим на территории Брянской области открыто 1633 новых мест в дошкольных учреждениях. Хотя у нас в очередности на сегодняшний день ещё стоит 5450 ребятишек. Буквально полтора-два года назад было более 9 тысяч. И ту задачу, которую поставил нам президент до 1 сентября 2016 года, у нас не должно быть дефицита в дошкольных наших учреждениях. И указы президента, особенно для нас, управленцев, они не обсуждаются. Осмотрев все помещения Аистенка, губернатор и заместитель полпреда поблагодарили выгонеческих родителей за доверие и терпение. Строители и высокие гости наградили за качественную работу и оперативность. А сотрудникам детского сада преподнесли бочку мёда. Без ложки дёгтя. Буквально перед началом нашего с вами общения с Николаем Васильевичем определялись, кто будет молодой человек. Саша, да, Варабева? Да, Саша Варабева. Да, вот девочка там. Мы определялись, кто из них будет глава района, кто будет депутатом. То есть мы уже, мы не близкорыстны, мы уже смотрим по себе управленцев настоящим. И так оно и будет. Светлана Дробкова, Илья Бирюков. События. Выгонече.